Послание апостола Павла к Евреям, 9 глава, 24 по 28 стих. Вот здесь нам брат изобразил смерть с котой. И вверху надпись, всем нам надлежит умереть, а потом суд. Это как раз в этом месте. Смотрите, Христос однажды, пришедший за спасение, во второй раз появился, явится для ожидающих его спасения, не для прощения грехов. Вот откуда это пришла мысль, что после смерти человек может переиграть свою жизнь. Сегодня все в церкви на этом построено. Ни в Ветхом Завете, ни в Новом, ни в словах Христа нигде этого нет. Кто это придумал? Живи как хочешь, лишь бы был крещеный. У Бога места много, обителей много, он всех туда ведет. А Боге рассуждает на основании выдумок, снов. Вот посмотрим по Священному Писанию, как это выглядит. Господь будет судить нас по Библии. Он говорит, я не сужу вас. Я дал вам слово, оно будет судить вас. Что на суде Бог будет спрашивать? Мы это знаем из Евангелия. Я многим скажу. Накормили, напалили, посетили. И они удивятся, а когда? А я вам сказал, в каждом вы должны видеть были меня. Больного посетил? Ты меня посетил. Иоанн Затаус говорит, Бог, которого не может объять вселенная, миллиарды галактик, он умещается на одну кровать. Ты Бонова-то посетил, он на кровати лежит? Ты меня посетил. Бог заключается в каждом человеке, который исповедует имя его святое. Значит, явится он для ожидающих его спасения. Ожидающих когда? После смерти или на земле? И вот решил исследовать это место еще раз и необычные откровения просто получил. Что в раю Адам о спасении речи никакой не вел. А почему он спасен? Какое спасение? Значит, спасение надо получить, когда потерял его, а полученное удержать. И это только тогда, когда человек был изнан из рая. А в вечности написано, врата уже не закрываются, и спасенные народы принесут туда славу. Там никто не спасается, там уже все спасенные. А спасения речи нет, но уже люди называются спасенными. Вот мысль какая. В Библии слово спасение встречается 208 раз. Я не говорил, где спасать. Спаситель, это сотни, выше тысячи. Вот. Псалмопевец Давид слово спасение употребляет 61 раз. А весь Новый Завет только 50. 27 книг меньше говорят о спасении. Почему? Потому что уже спасение пришло в лице Иисуса Христа. А Давид непрерывно вопьет о спасении. И люди сегодня считают Ветхозаветную псалтырь неприлагаемого заветной мысли. Давид, он импровизировал на каждом шагу. У него не было заученных молитв. Он что видел, то и говорил. Господи, смотрит по улице ветер метет, как в Потеряевке солому. Да будут они, как солома в вихре ветра. После дождя грязь размешали дорогу. Да будут они, как грязь под ногами, которую я попираю. Он что видел, то и говорил. Вот они смотрят, собаки ночью воют. Господи, они вокруг города ходят, как собаки. Воют, голодные проводят ночью. У него молитвы-то какие? Ну разве кто-то сейчас так будет молиться? Ну только потому что в псалтыре есть. Нам есть на что сослать. А если так, тебя за оскорбление личности повлекут? Да как же ты сказал так? Но я скажу так, что мы словом Божьим попираем, как грязь, всех священников, всех епископов, которые, вопреки Слову Божьему, всю инквизицию святую. Да как ты посмел? Да это пастырь. А Давыд ничего этого не видел. Он видел перед собой Богу и Иегову. И ум настроил на ту волну. Я должен получить спасение. На меньшее я не рассчитываю. Господи, я вижу, как Давыд смотрит на тучи. Да загремишь ты громом на них. Посмотрел на ноги сапоги. Господи, простри сапог твой на них и раздави. Видимо, наступил на кого-то, я представляю, на какого-то червяка. Наедом, настранулся сапог. Вот это размер. Он Бога видел всемогущим. И вот так мы должны понимать спасение, которое нам даровано его удержать. А кто не имеет возвестить? В книге Исход, 14 глава, 13 стих. Моисей сказал народу, который боялся, что сзади гонится фараон, а впереди море, зажато со всех сторон. Выхода нет. Любой военный стратег бы сказал, битва проиграна, и только милость победителя может сохранить жизнь девицам, не познавшим мужем. А все остальные должны быть уничтожены. Но Моисей говорит, большую славу воздам тем, которые имеют в очреве, которые сами питают. Почему? А потому что у него в руке был жезл. Жезл, который вручил ему Егова, которому разделит море. И Моисей сказал народу, стойте, и вы увидите спасение Господне. И они его увидели. Я подумал, не случайно, видимо, и в руках епископа жезл. Но надо, чтобы он расцвел, как Ааронов жезл, и явил спасением, что это настоящее у нас священство рукоположное. И чтобы этим жезлом они раздвинули это море нечистот, которое перед нами. Чтобы действительно люди знали Бога, отделились от этого мира. И чтобы фараон мысленный в уме, это сатана, потонул. Книга Исход, 15 глава, 2 стих. Он, говорит, был мне спасением. Когда говорим о спасении, сразу вспомни, спаситель Господь. Вот Новый Завет начинается, заголовок длинный. Новый Завет Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. А хотя Иисус означает спаситель, то есть дважды повторяет спасителя нашего Спасителя Христа. Это у нас по-русски так еще как-то в разнобой звучит. А видите, в оригинале-то там два раза повторяется слово спасение. В Старозаконе, 32 глава, 15 стих. Спасение очень трудно получить людям, которые не постятся. Людям, которые жирные, толстые, им очень трудно спастись, потому что в Царство Небесное вход узкий. Вы друг к другу маленький приглядывайтесь, видите, один худой, другой. Почему? И он говорит, вот, ты утучнел, отолстел и разжирел. Ну, кажется, это одно и то же слово, но только в разных вариациях. И оставил Бога твердыню спасения своего. За то, что человек худой, он приближает Бога. Толстый отвращает Бога от себя. Итак, Давид говорит, Господи, кости мои обожжены, как головня, я лишился тука моего, то есть все тело усохло. Этим старается показать, что он ищет защиту Бога. Нигде, Давид, так не молился, Господи, ты видишь, как хорошо я навелся на Пасху, какие у меня ланиты красные. Смотри, какой я толстый стал, помоги мне сохранить толщину на себе. Такой молитвы нет. А вот наоборот есть. И непрерывно хвалится этим. Плоть моя иссохла, и кожа моя приткнула там к костям. Он прямо хвалится перед Богом. Возьмите это для себя. Ведь осталось две недели. Если вы не успеете, как бы спасения не лишиться. Еще две недели поста. Потрудитесь излишки жира согнать себя. Евангелие от Луки 1,69. Была вот эта песнь, и написано, что Господь возвик рок спасения. Рок, это всегда означает сила. Рок спасения и в праведниках, и, конечно, в Иисусе Христе, и в таких пророках, как Иоанн Христитель. Рок спасения. На него можно надеяться, ссылаться и одержать победу. Лука 1,77. Чтобы дать уразуметь народу его спасение. Спасение в прощении грехов. Мы более всего должны заботиться не о спасении жизни временной, а о спасении грехов. Если бы предложили нам сегодня выйти отсюда живыми, если подожгли бы, но взамен отречься от Христа, как у Никодима, у Анфима Никомедийского, то они все отказались. Двадцать тысяч, и ни один не вышел из храма. И двадцать две тысячи все были сожжены. Ни один не пошевелился. Евангелист Лука, 2 глава, 30-30, говорит, «Видели, отче, мои, спасение твое». Это воспел старец Симеон. Он ожидал спасения, чаял и увидел его. Как он мог в младенце увидеть спасение? Спасение от угнетателей, спасение от дьявола, от грехов. Да не сам он это сказал. А ты, говорит, отец мой открыл тебе, как Господь сказал Петру. В деяниях апостолов, 13-26, апостол Павел выступает, говорит, «Мужи, братья, вам послано слово спасения сего». Слово посылается. Спасение имеет ноги, имеет крылья. Не так, что оно возвещено в Израиле. Христос, говорит, совершилось спасение. Совершилось, а что на кресте? Спасение. И на этом заглохло. Нет, теперь люди должны идти в мир, проповедники. Нести его. Деяние 16-17. И, идя за Павлом, эта женщина, ведьма, кричала, «Си человеки, рабы Бога Всевышнего, возвещают нам путь спасения». Ну, что это возвещает, так ну не вам. И вот когда лечат экстрасенсы, что-то делают, везде нас ставят иконы, свечи, чтобы их признали за своих. И они возвещают, сектанты говорят, он умер за нас. Это правильно. Мы только скажем, это не соответствует действительности. За сектантов Бог не умирал. За еретиков Бог не умирает. Эта жертва тогда будет принята ими. Когда принята, вот тогда, тогда она будет за них. А так нет. С еретиками Бог вообще дела не имеет. Они погибшие люди. Деяние 28-28. Апостол Павел говорит иудеям, спасение Божие посланы язычникам. И они его и услышат. А если бы было оно послано, как сарабрятцы говорят, лежало до нас тысячи лет и пусть дальше лежит. Так дальше Иерусалима бы не пошло. Они возвестили этот путь спасения язычникам до Испании, до Англии. Апостол Павел. Вот куда уже тогда доходили. Это была провинция Римской империи. В первом послании Петра, 1 глава 9 стих. Петр говорит, достигая веру и ваше спасение душ. Значит, если Христос явится во второй раз не для спасения ожидающих, не для прощения грехов, а уже взять из мира и тела преображенные, то это все достигается сейчас. Никакого прощения на суде Божьем не будет. А фактически все святые объясняют, для каждого человека наступает суд, когда он умирает. Дела его идут вслед за ним. Ничего в них не добавить и не убавить. Поэтому надеяться, что я умру, а за меня за едино умершего канон, тут будут считать, сорока устых, очень зыбкая надежда. А согласно Слову Божьему, вообще ни на чем не основано. Мы это исполняем, потому что мы православные. Только этим можем оправдаться. Кремлинам 10 глава 10 стих. Сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Желаем получить спасение. Разомкни уста. Если бы хоть в одном месте было сказано, затворники получают спасение, молчальники получают спасение. Нет этого нигде. Устами исповедуют ко спасению. Ты можешь праведный, то есть не грешишь, уверовал, сидишь, а спасения нет. Праведник и можешь погибнуть, а то святого, праведного перечисляют. Но если не проповедуешь, ты не спасен. Устами, другим, когда ты несешь, вот тогда видно, что ты подражаешь Христу. Кремлинам 13 глава 1 стих. Спасение ныне к нам ближе, нежели когда мы уверовали. Да как так? Мы уверовали, мы уже в тот день спасены были. Это так. Но окончательное спасение беспроигрышное. Ближе, когда мы вплотную уже подошли. Если тогда мне надо было 50 лет идти, маршрут назначенный, а у меня уже 45 лет позади, осталось 5. И совсем, ну близко прям совсем. Но вот тут-то и не ослабеть. Тут все силы приложить надо. Перед финишем самое трудное. Это метр спортсмену. Чтобы получить награду. Кефицианам 1.13. Услыша слово истины. Благовествование вашего спасения. И уверова в него, запечатленное Духом Святым. Значит, спасение от благовествования. Я, когда исследую эти места Писания, всегда задаю вопрос. Ну неужели эти места не считали? Теперь мне задают. Да что давать? Никто этого не понимал, не читал. Не могу ответить на эти вопросы. Я отвечаю, вам не нравится. Я говорю, да, не читали. А если читали, не понимали, потому что свое человеческое побеждало. Слово спасения, благовествования вашего. Кефицианам 6.17. Итак, возьмите шлем спасения и меч духовный, которое Слово Божие. Вот мы шлем спасения. Голову прикрой от удара, что гнев Божий прошел мимо. За наши грехи умер Иисус Христос. В этом спасение. Он пролил свою причистую кровь. Это шлем мы на себя надели. Дьявол бьет нам по темешку, по голове, а там шлем. Он ничего не может сделать. Почему? Я спасен. Он умер за меня. Спасен я от блуждания пытливого и гордого ума. Он спас меня. Он извлек меня из пропасти ада. Не на чем было стать, как Давыд говорит. Филиппийцам 2 глава 12 стих. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Его надо совершать до последнего вздоха. 1 Песня Киевцам 5 глава 8 стих. И оденьтесь в броню веры и любви и в шлем надежды спасения. Там шлем спасения, а здесь надежды. Разъяснил. Шлем есть, а его можно потерять. Если ты будешь делать не то, что надежды никакой нет. Надеялся, да, а теперь вижу, нет. Ну, бывает человек, подал на конкурс куда-то, а сам ничего не делал, и с каждым днем надежды, говорит, «Вижу, там такие участвуют в конкурсе, они нас победят, нам уже не взять». Надежда должна подкрепляться делами. 1 Песня Киевцам 5 глава 9 стих. Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Как и кому уверовали, приняли святое крещение, и напротив нас в строку было написано, написано сразу, назначен для спасения. Он предназначил, напротив каждого, кто истинно принял святое крещение, уже в строке записано, назначен к спасению, назначен. Не так, как сектанты я спасен, и больше со мной ничего не будет. Десятки раз можешь опрокинуться. Написано, многие потерпели кораблекрушение в вере, в вере. Уверовали, ты на корабле, а теперь доплывешь или нет. Дьявол особенно нападает, как пираты морские на корабли, который нагружен не мекиной, не опилками, а драгоценностями. Второе, Песловный Кейсам 2.10 Придет сатана в лице Антихриста со всяким неправильным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви и истины для своего спасения. Вот сейчас и парфиальная газета местно напечатала о том, как на Кузнецке бабушка одна увидела, на окне снаружи отобразился образ Божьей Матери. Такую большую статью написали в парфиальной газете. И вышла газета с фотографией. Никакого образа там нет, там черная дыра, ни лица, ничего, я вам раздам. Вот не приняли любви, но веровать во Христа, как своего спасителя. И поэтому нечистая сила водит человека по темным местам. Ничего там нет, ни образа, ничего нет. А уже настоятель вытаскивает, в полдвал тащит, на место стекло вставляет. Поломникины уже пошли с разных сторон. Почему? На разе Бог привязан к какому-то месту. Я мальчичку, какого мощи съездили сейчас из Перидона Тремяпунского, здесь привезли его мощи. На разе Перидон разрешал это делать. Они не разрешали. Вы без веда моих щиплете, фаршируете. Полное неразумие. Бог пребывает не с мертвым телом, а в живых сердцах. Бог наш живой. Это чистый языческий подход. Никогда, нигде Господь не говорил, что вы умрете, и теперь с вашим телом я буду пребывать. Да нигде нет, прав ты и в прав возвратишься. Это касается верующих в прав, в землю. Хотя мы и должны почитать. А как почитать? Воздать честь. Припомнить кое-что, что другим послужило вас спасением. В втором послании Тимофея 3.15 Апостол Павел говорит, спасение ты можешь получить. Тимофей, у тебя есть очень сильные надежды. Потому что ты знаешь Священное Писание из детства. Вот детей приучите. И тогда надежда заложена будет уже с малых лет. Которые могут умудрить тебя во спасение. Вера Иисуса умудрить. Библия тебя умудрит во спасение. А Библии нет. Давайте обратный порядок. Библии нет неумудренного во спасение. Поэтому человек блуждает по стеклам, по мироточению, где угодно. Но не прямо за... Ну не ко Христу. Тем более образ якобы Божией Матери. Срам один. Вот обольщение не принявших любви истинным. А кто принял Иисуса Христа как спасителя своего, ему зачем куда-то блуждать? Святому пришел один дьявол-то и говорит, явился, поклонись мне, показан как Христос. А он посмотрел, похожий на Христа, говорит, а я ему и так кланяюсь каждый день, а зачем мне тебя кланяться? Христос не говорил, что ко мне будет приходить в видимом образе. Дьявол захохотал и отошел. Здорово ты научился из Писания. Как бы ни Писания, я бы тебя сейчас погубил. Ты бы поклонился мне. На молитву поднимает. Ну куда лучше. Он говорит, иди лукавый, без тебя знаю, как достать. Не разговаривайте. Он обедает, а дьявол подошел и запел. Запел, как хирургим. Блаженно непорочное в пути. Он даже виду не дал. Поел, актер в городу и говорит, послушай, Лука, а какое тебе дело до непорочных? Ты весь из пороков. Ему так неприятно было, сразу провалился. Надо знать, что ему сказать. Люди говорят, мы верующие хотим, сэр, какое отношение вы имеете к вере, если вы Писания не знаете? Никакого. Послание к евреям, 2 глава, 3 стих. Но если мы пренебрежем дарованное нам спасение через Святое Слово, через Иисуса Христа, то как мы избежим, вознерадев, отоликом спасения, которое дано нам в Священном Писании? Никакие другие атрибуты, никакие святыни человеку не помогут, если он отвергнется Иисуса Христа, прямо не будет взывать к Нему. Здесь написано ожидающим Его спасения. Я несколько слов еще выписал об ожидании. Кремлянам, 8 глава, 23 стих, апостол Павел говорит, мы ожидаем усыновления и искупления тела нашего. Тело наше будет воскрешенное, изменится, будет нетленное и не будет болеть. пророк Вару 4, 22 говорит, от вечного, с большой буквы, Бога я ожидал спасения вашего. Вот откуда ожидать спасения родственникам, сыновьям, дочерям, родным, соседям, неверующим, от вечного. Иудив 8, 17, ожидая от Него спасения и призывая Его на каждый день. Это женщина им подсказала. Примудрость, 5 глава, 2 стих. Когда праведник окажется в раю, то многие изумятся неожиданности его спасения, ибо даже и не ожидали. Я думаю, если Господь нам позволит дойти до вечности, мы будем и в Садстве Небесном для многих изумлением. Как же так? Мы их поносили, называли, еретиками, гнали. А как так оказались они спасены? В Садстве Небесном будут еще люди удивляться. И от этого неведения придется исцеляться. Для этого листья будут даны. Примудрость Соломона, 18, 7. Народ Твой ожидал как спасения праведных, так и погибели нечестивых. А мы ожидаем спасения во Христе Иисусе Господе нашему, если до конца будем верными и не поколебляемся. А кто поколеблется, не благоволит тому душа Господня. Аминь. 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 Продолжение следует...